Ребята, всем привет! Хочу сегодня рассказать вам и показать небольшое мини-путешествие мини-кутакую куда мы ездили с мужем просто прокатиться в сторону Юрмалы и где-то посетить какие-нибудь места и вот одно из мест мы нашли, называется оно комплекс Follow the Sun in Юрмала Следуя за солнцем в Юрмале, если я не ошибаюсь я не знаток английского значит, что предлагает этот комплекс доступны два уютно оборудованных домика для кемпинга крыши которых частично покрыты прочной прозрачной пленкой это позволит вам насладиться как первыми лучами солнца, так и звездным небом в комплексе гостям доступны душевые и туалеты общего пользования за дополнительную плату можно заказать завтрак и посещение бани предлагается аренда досок для серфинга каяков и катамаранов я не знаю, что такое каяк ну, кто знает супер-пупер для групп доступен плод с куполообразной крыши для сплава по реке так что, в принципе все очень интересненько предлагают необычное место для ночлега в лесных шишках так называемых палатках на деревьях которые позволяют насладиться очарованием соснового леса и чудесным видом на реку Лиалупы палатки эти прочно сконструированы и плотно прикреплены к деревьям они оборудованы комплектом постельного белья и небольшим столиком так что, ребята, берите пижаму и пайку в каждой палатке могут с комфортом остановиться двое взрослых людей с двумя маленькими детьми ну вот, не знаю, как насчет детей если вдруг ребенок захочет с этой лесенки спуститься вниз то мне вообще трудно представить как это будет ну или, допустим когда компания уже изрядно поддала и кому-то приспичило в туалет который находится на территории кемпинга то с этим, по-моему, тоже есть небольшая такая проблемка вот то есть они находятся примерно от уровня земли на расстоянии примерно метр метр-двадцать то есть нижняя часть этого этой шишки находится примерно на уровне метр-полтора метра потому что нижняя часть как я поняла она пустая вот так что здесь также можно остаться со своим небольшим домашним любимцем ну погулять мы там погуляли, конечно ну это, наверное, больше для молодых людей которым не страшны ни комарики хотя там натянуты сеточки у них дверка так называемая то есть палаточный вход закрывается на молнии и сетка потом идет ну и внутри, как вы видели фотографию там достаточно уютно ну не знаю для кого как то есть вопрос спорный но я бы там одна с удовольствием повалялось бы вот на денек я бы приехала если бы они могли сдавать на день было бы супер то есть вот здесь вот я как развалилась бы на этой кушетке так и валялась бы наверное сутки только бы мне еду подносили и вайфай чтобы был все мне, собственно, больше еще не надо было бы такой релакс отдых еще музычка ну в общем, да классно киношку какую-нибудь книжку или что-нибудь то есть ну и замечательно ну вот эта вот нижняя часть она, как я поняла пустая непонятно с какой целью она сделана нижний такой шарообразный какой-то отсек и вот там где моя рука сейчас была это так называемый пол то есть вот он примерно где-то ну где-то на метр да метр метр двадцать да от уровня земли ну и вот если вы вдруг захотели там куда-то то по этой лесенке вам придется спускаться ну или горшочек с собой то есть ну так интересно да то есть я говорю вот день бы я там с удовольствием провела вот ну здесь мы уже погуляли и потом решили уже поехать в сторону Юрмалы куда-нибудь на взморье ну Юрмала это это вот аквапарк большой у нас такой есть перед въездом в саму Юрмалу ну хотя это место которое я вам сейчас рассказывала тоже считается Юрмалой но это все-таки как принято у людей Юрмала начинается после реки Лиэлупа да то что до Лиэлупа еще как бы не совсем Юрмала ну вот ну что про Юрмалу я могу сказать ну город в Латвии да крупный крупный курорт на берегу Рижского залива население там по-моему где-то 50 тысяч жителей расстояние вот от Юрмала до Риги примерно 25 километров то есть если там жить и работать в Риге то собственно не так много времени уходит на передвижение вот ну это такой современный город он сложился из череды курортных поселков так рыбацких да когда-то это было рыбацкое все поселение ловили рыбу снабжали всю Россию так рыбацкое рыбацкое Продолжение следует... 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 Пока-пока.